поскольку нам привезли дрова сегодня по плану надо было выходить убирать и складывать дрова но плохая погода дождь и холод внесли свои коррективы а также мои самочувствия и мы остались дома занялись домашними делами прежде всего уборкой лотков мытьем полов как вы видите там это мне помогает во всем заодно продолжу знакомить вас с остальными кошечками ну и пользуясь случаем заодно озвучу это видео сейчас вы видите перед собой тусос эту черную такую кошечку которая дерет лежанку иногда она держит таблетную бумагу но остальном она образцово-показательная кошечка очень добрая очень ласковая хорошая умненькая но очень игривая когда она была маленькая она была совсем крохотная и было похоже на летучую мышку сейчас она уже большая то есть взрослая и около 6 лет если я не ошибаюсь но достаточно миниатюрная кошечка сейчас я вам покажу свою большую любовь это тасмания тут даже слова лишние вы только посмотрите но несмотря на эту фотографию знаете она очень скромная стеснительная и очень чувствительная нежная кошечка на такая скромница такая маленькая неженка с тех пор как она была маленькой она любит музыку когда я играю на пианино она и раньше садилась ко мне на плечо и засыпала во время игры на пианино и сейчас прямо сидя у меня на плече а еще когда она была маленькая любила играть с конфетками выкидывала их из вазочки одну за час она ведет себя поспокойнее наверное потому что стерилизованная а теперь знакомьтесь с бусинкой по ее уже видели на предыдущих видео такая вот она была маленькая когда она была маленькая она дружила с горошинкой у них разница в возрасте было несколько месяцев подростковому возрасту они сравнялись в размерах и везде бегали по дому вместе как две маленькие серенькие мышки такие вместе кушали вместе спали вместе играли вот горошина знакомьтесь опять же сейчас горошина дружит с другими кошечками а бусинка стала более самостоятельной независимой и везде такая бегать сама по себе очень деловая а это старое видео с убека которые я скачала где они еще такие малышки играли вместе вместе шкодничали озоровали ну а тем временем я еще хотела немножко поговорить про издательство такая болтовня у меня была задумка опубликовать книгу я начала ее писать написать первую главу сделала из нее аудиоспектакль сделала целую запись аудиокнига получилась первая глава немаленькая мой взгляд сама себя не то что очень хорошая но и неплохая с чем я столкнулась с большими трудностями при публикации большинстве предлагают легко загрузить печатный вариант книги то есть в текстовом формате но там уже есть свои минусы большинстве из них с тем что тебя доставляют начать несколько хотя бы достаточное количество книг бесплатно и только на прорезий читательные тебе присваивают статус коммерческого писателя сразу ты продать свою книгу даже если ты знаешь что бестселлер заранее ты не можешь ты вынужден публиковать бесплатно достаточное количество книг единственное единственное издательство которое позволяет публиковать платно сразу же это литреть но опять же только печатные только-только поскольку к вечеру дождь кончился мы с кейли быстренько спустились к озеру сделать пару фоточек но было холодно был сильный ветер и это мне стоило боли в шейных позвонках и стоило принятия норафена или ибупрофена чего-то там я уже съела к слову говоря за это время пришел на имейл ответ от литрес что они скоро включат в свое приложение опцию публикации аудиокниг так что возможно наконец-то ура я дождусь публикации тем временем продолжим знакомство с кошечками после бусины и горошины я вам расскажу о двух катах котей кошки друг и его сестра труха почему их так зовут изначально трух когда был маленький был очень пушистый также как его сестричка и они своей шерсткой везде собирали и опилочки какие-то веточки какие-то шерстинки пылинки все что как пылесосы все что могли все собирали на свою шерсть и даже было видно где они прошлись за ними хоть с веником было сразу надо ходить и подметать потому что ну вот такие они были и в шутку так и пошло труха носит а потом сократили до труха а раз он друг то она труха ну и в результате он теперь трушка трушок а она трушка пеструшка их я забрала с одной деревни расположенной недалеко там у каких-то дачников была кошка которая родила котят эти котята там остались мне об этом сказали что их съедят лисы что их никто не будет кормить потому что дачники уехали и в общем я пешком несколько километров в холодную погоду дождливую за ними пошла и принесла их домой и очень этому рада теперь они у меня дома хорошо и счастливы живут здесь на видео вы видите серенького прохвостика он занят делом да ну с остальными когда меня вас познакомлю потом в отдельном видео пора заканчивать это видео напоследок вам скажу что в течение нескольких видео продолжу знакомство с кошками по старшинству после как обещала сделаю видео касательно кукольной моды и кукольных фотографий инстаграмного мейнстрима и всего что с этим связано и еще несколько музыкальных видео а потом вернусь к испаноговорящей аудитории потому что на видео с русским языком я не вижу прироста подписчиков но на этом все наши новости канал кошачий дом прощается с вами одио хаста лего осталью тро видео